Привет, друзья! Этот выпуск Этно-Молдова завершает серию передач, посвященных этническим группам, которые живут, создают крепкие семьи, учатся, работают и занимаются творчеством под одним небом. Молдова – многонациональная страна. И в рамках нашего шоу мы попытались показать вам, насколько краше она становится благодаря своему этническому многообразию, как удается представителям разных национальностей сохранять свои традиции и передавать их следующим поколениям. В последнем выпуске мы расскажем о людях, которые идентифицируют себя с Молдовой, любят свою страну и знают, как использовать ее культурный и туристический потенциал. Редактор субтитров А.Семкин Мы хотели бы начать этот выпуск с людей, которые каждый день своей жизни посвящают любимому ремеслу. Это граждане нашей страны с золотыми руками, передающие традиции производства уникальных изделий из поколения в поколение. Мы побывали на мероприятии, где встретили таких народных умельцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор 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 А.Кулакова У нас есть и все, и все. Если мы с вами не можем, то мы с вами делаем. Мы делаем розетку с урожайом, а потом мы делаем с садом, с садом. А потом мы делаем садом, 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 садом. Садом, 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 садом. Андрей Тихон — единственный в стране мастер, который занимается изготовлением традиционных музыкальных инструментов, называемых «бучим». Он научился этому ремеслу упокойного ныне артиста Любомира Йорга и за 37 лет умелец создал более 300 инструментов. Он учился в том, что работал я. Я не делал «бучим», я делал «бучим». Он, видя это, мне рекомендовал, он сказал, что мне приходилось делать «бучим». Потому что не делал «небучим»! Он сказал «бучим». Первый бучим львам фактика 1,70 м, и он начался к рамке 3 метров. Вот так, что будет, как один, а парт. Вот видите, а вот так, вот так. А этот рент, который мы делаем, и на второй рент, вот так вот. Идем, вот так. Вот видите, перьер-верс. Да. Перьер-верс, и паутили. А тримбит украинская, это тоже самое? Да, тоже самое. Да, тоже самое. Ма бюкур очень много. Я венец специально здесь, на трагу, традиционно, для местерей популярной, которые дают много артизантов, мануальные, и ма бюкур, что и мастер, много мастерей, которые продают национальные вещи, маутили, бандицы, и орице, и фрумс, инструменты популярные. Я воно, воно, воно 13 наи, соноритети деферите, но я у меня наи, воно наи, на который, воно в 2022, наиолю мой воно 50 лет. Наиолю мою, ма кунуште, и как у духа. В 2013 году Ната Албат придумала и организовала фестиваль, цель которого пробудить у каждого гражданина Молдовы чувство гордости за свою страну. Надо признать, это удалось. Полностью с тобой согласен. Благодаря участию народных умельцев, лучших фольклорных коллективов, самых искусных поваров, каждый гость фестиваля проникается мыслью о том, насколько богата Молдова талантами. Давайте еще раз окунемся в эту праздничную атмосферу. На протяжении 10 лет своего существования Иомания остается крупнейшим праздником для любителей традиций и фольклора. Важно то, что в фестивале принимают участие и этнические общины Молдовы, что добавляет мероприятию еще больше колорита. С организовывать eventы culturalы и очень важно для для localных людей, как и для иной информации и развития нашей страны. Уимительно, Молдова есть оттеприк, но мы оттеприкуем о нашей стране, мы оттеприкуем о своих экстремах, мы оттеприкуем о своих этниях, которые вещества здесь. И так редко у нас есть у нас все вместе со всеми, в связи с культурами. Я, в факт, думаю, что эти культуры самые необходимые для того, чтобы сделать дипломатия в соцсетях, дипломатия этническая. И в этот год, я получил приглашение на фестивалях в Булгарии, в Тараклия. В рамках Гагаузи, мы знали, что в Гагаузе существует у насамбла очень прекрасный, Дзюзава, и мы хотели, по сцене, что мы тоже были приглашены, и мы хотели, чтобы у нас есть возможность сравнить, по этой сцене, и традиционным танцам, и стены, и музыка, потому что, в паралел, люди могли слышать и музыка. Украины были на фестивалях, так и между местными шугарами, которые пришли, даже из Украины, для того, чтобы они могли сдать свои работы. Игорь Михайлович, в Гагаузе, потому что там есть интересные вещи, и интересные. Игорь Михайлович, кто-то, что это, и в городе, кто-то изобретет, потому что гагауза и гагауза это знаменитый, в трех Молдове, и это одна из самых качественных и вкусных. И вот, по теме астрономическое, мастер-сугарьи, если есть право для уничтожения, то есть все по-другому. Никто не левит, ни ни одна национальная кампания, ни ни один преседентальный не будет делать для этой социальной социальной больше всего, чем делать проекты cultural, где могут быть учреждения в различные этнии, чтобы создать вещи в общий. А теперь еще один сюрприз. Специально для съемки этого выпуска мы отправились в гости к маэстро Евгению Дога. В его доме каждая деталь имеет особый смысл, напоминая композитору о дорогих сердцу событиях, людях, местах. Здесь есть реликвии, бережно хранившиеся его мамой в Касамаре, родном доме маэстро в селе Мокро. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Композитор вспоминает Что каждый раз возвращаясь на родину Он говорил, что едет к маме Это было для него космическое ощущение Господин Дога вспоминает Что приехал неожиданно посреди ночи Но ворота были открыты И его ждала мать Субтитры создавал DimaTorzok 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 И я уверен, что все это было импровизировано. И мелодии красивые, extraordinарные. В любое время, на вечеринке, это очень хорошо аранжировано. Начали вверх и сеанс. Суббота, дамынка, в эти три зали, в Мирис, в Менеасе, в домашних домах. Дамынка, в сеанс. Что красивое было! В каи зестрацы, в канавы на урехи, в коамы, в каруце, в коваре, в нунташе, в просуапе. Это спектакль. В конце двадцатого века, ЮНЕСКО выпустил международный словарь литературных терминов с рядом непереводимых слов. В румынском языке также есть три таких слова. ДОР, ДОЙНА и КОЛИНДЕ. Родительский дом – это еще один символ нации. Куда бы мы ни отправились, на какие бы континенты ни занесла нас жизнь, мы всегда стремимся вернуться домой, где, как говорится, и стены помогают. Знаю это не понаслышке. Музей крестьянина – это прототип старинного дома, сохранившего атмосферу и историю семьи хозяев. До 1998 года здесь жили дед Пентелия и бабушка Декиана. И он в Штифанице купил этот дом, отреставрировал его и обставил традиционными молдавскими предметами быта. ДОР, ДОР, ДОР… ДОР, ДОР – это все-таки, это было бы за приют. Их было бы за ettимой земли, которые… Их было бы за тем, что… … 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 Это целью нормального строительства. Мы немало им переработать, который мы молодоевых недостаточно. Этот журнал, он может служить на дезолтание дурабелой для ruralных местных мест. В этом году нам очень много помогают. Сегодня мы работали на тени, мы на тени и тогда мы на мне. И строили казы, гардов, героголы. Когда мы приехали сюда, мы с удовольствием в эту ферестру. Элементы брэнкуши, колона инфинитуры, которые мы видим, в тэмплэрии ферестрии. Здесь, действительно, мы работали с большим духом, с большим рэбдом и с дорогой. Поэтому, когда мы restaurали, мы получили все эти страты кроматические, по-другому, а потом мы использовали эти цветы, то есть цветы. Господин Штифаницы возложил на себя важную миссию. Он хочет использовать культурный потенциал домов в селе, где прошло детство его жены. Сельчане поддерживают эти добрые начинания и искренне надеются на то, что их дома вскоре станут привлекательны для многочисленных туристов, и в селе начнутся позитивные перемены. Каса Царанулы есть формата в три спации. Тинда, камара, каса мари. Одая калда Царанулы, одая речи Царанулы. Одая калда, в факт, это один домик, да, камара. Это один домик, да, камара. Здесь господина Царанулы и инстала разбои, десут, ковоаре. Майдес, в периода речи Аанулы, а также когда-то было в градины, или в питолуаке, в лавии. Я здесь называю НОПТИЛЕ НЕДОРМИТИ АЛИ ТАРИНЦУЦИИ. Тот аичи, в Каса Мари, са интеграт, перфект, дупо о рестаураре, 2 луни зили, aceаста канапка, cum о немецк аичи на Малавата Нова, sau совка, care а фост рестаурата, процессul, де кари, а фост стопат, и кам аста и раа. Аичи се пастриаза, зестра миреси, ата аичи се десхиде, и капаурили миреси, пенту кастурии, пенту нунта, ераў пастрати ен канапка. Этот сельский отель в Малавата Нова задумывался, как оазис тишины и релакса, альтернатива суетливым будням современного человека. Здесь, на берегу Старого Днестра, в старину женщины стирали половики и полотенца. Ты можешь представить себя в роли одной из таких сельчанок? Честно говоря, я с трудом привыкала к машинке автомат. Но три местные женщины с радостью согласились продемонстрировать, как их бабушки стирали белье прямо в реке. НИСТРУЛЕ НИСТРУЛЕ собаке Силуну Силуна Мала Сострата Он берет в трон и лезет на нисту, лезет на майо, в основном лезет на нисту и лезет на нисту, и лезет на море, даже на море. Когда родители приходят в музею, и рассказывают, и показывают, и показывают ручки мереасы, в 1940-е камеша мере, в 1960-е, и первая реакция их есть, что они рады. Они рады, что они рады, что они рады, и они рады, что они рады. Они рады, что они рады. Не зря мы приехали в эту аутентичную местность, омываемую рекой Днестр. Деревенские хозяйки тут славятся искусством выпекания самых аппетитных вертут с брынзой. И этот процесс, от замеса теста до выпечки, полон традиции и ритуалов. Буницили мосты фрагментали пыня в колоте. Фамилия была из-за многих людей, пять, шесть, шесть, и даже десять человек в семье. И мы делали семь, 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 семь. Аккум был маленький сыр, и мы делали пыня. В день, когда пыня начинает пыня, господина должна быть линештит. Это очень хорошая возможность иметь. Пыня, «Баткала» 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 Слово «жок» происходит от латинского «жокус» и означает радость, веселье с музыкой и танцами. А древний коллективный танец «жок» – визитная карточка Молдовы. За почти восемь десятилетий с момента своего создания ансамбль выступил с концертными программами перед аудиторией насчитывающей более 18 миллионов человек. На счету коллектива около 7800 выступлений, более половины из которых за пределами Республики Молдова. После многолетнего затишья солисты ансамбля «Жок» планируют вернуться на большую сцену под руководством своих хореографов, которые на протяжении десятилетий продвигают танцевальное искусство, «жок» хочет вновь стать культурным послом Республики Молдова в мире. Мы рады публику практик по всему миру. Сейчас мы начинаем в диалог с более многими импросариями, чтобы «жок» будет прозрачен и рассказать людям эту прекрасную повесть о Молдове через танцы, которые очень разнообразны, «жок» 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 «ор pool», «жок» « spaceship» «о сыпь» «с dessas elev Panā» для наших донсателей. И это дает у нас необыкновенный уровень. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В этих 10 выпусках мы постарались показать вам культуру, историю, традиции самых разных этносов, живущих в нашей стране. Даже жаль немного прощаться, правда? Да, согласен. Мне будет не хватать этих съемок, каждая из которых была как открытие. Сколько же рядом с нами живет удивительных, талантливых, доброжелательных людей. Сколько интересных фактов о своих предках они хранят в памяти и как бережно передают это культурное наследие следующим поколениям. Мы надеемся, что шоу «Этно Молдова» помогло вам заново открыть для себя нашу любимую страну. Яркую, разнообразную, где каждая этническая группа имеет свое место под солнцем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok